Здравствуйте, с вами Аксана Пушкина, в эфире программа «Я подаю на развод». Наша сегодняшняя история называется «Служебный роман». Наша героиня Татьяна приехала из Санкт-Петербурга. Все ее браки были неудачными, заканчивались абсолютно по разным причинам. Вот и сегодня мы разберемся, почему снова рушится ее семья. Давайте узнаем ее версию. Татьяна у нас в студии. Здравствуйте, люди. Я к вам пришла с такой просьбой. Я со своим козлом больше жить не хочу вообще никак. Он меня бесит окончательно. Он пьет, издевается надо мной. Детей моих оскорбляет, вообще ни в чем не помогает. Помогите, пожалуйста. Я не знаю, что мне делать. Я его уступлю. Да, Нечта, садитесь. Садитесь. Давайте по порядку все. Поможем. Не нервничайте. Для начала посмотрим на экран. Татьяна Осипова. 41 год. Мать пятерых детей. Со своим нынешним мужем Сергеем познакомилась на работе. Он водитель, она кондуктор. Завязался служебный роман, который закончился свадьбой. Спустя пять лет многодетная мать не может убедить своего мужа взять на себя ответственность за семью. Ребенком не занимается вообще никак. То есть, то нету. Я его как-то не ощущаю. Муж не приносит домой ни денег, ни продуктов. По словам Татьяны, он вообще не выполняет никаких супружеских обязанностей. Ну, а как мужчина он вообще никак. Ну, он типа импотент. Вот ему легче посмотреть это порнографию, там по***ть, полежать и все. А остальное ему ничего не надо. От усталости и безысходности женщины уже не раз посещали мысли о самоубийстве. Бывает вот такой момент, что думаю, ну все, сейчас Аньку в охапку и в окошко типа того. Потом вспоминаю, что же я думаю, а как же те дети. Муж постоянно пьет и устраивает пьяные дебоши. Терпеть все это Татьяна уже не может. Я еще года два назад собиралась подать на развод. А сейчас я уже окончательно созрела, потому что видеть его не могу и слышать даже не могу. Вот этот муж, который по счету третий? Третий. Первый муж кто был? Первый муж, он умер. Умер? Да. А от него ребенок? От него остался сын. Второй муж? Второй муж, ну он психически больной человек. Господи, где вы таких берете? Ну вот, напасть на меня такие. Конечно, значит от него, а сколько вы с ним прожили со вторым? Со вторым мы прожили около 10 лет примерно. И сколько детей от этого брака? Трое детей. А вам не страшно было рожать от психа? Господи, простите меня. Ну, это когда я узнала об этом, то что он ненормальный, это было уже поздно. У нас уже было трое детей. Понятно. И, значит, дальше вы встречаете нынешнего? Ну да, дальше я его встречаю, вот его, и как-то вот мне с ним легко стало, хорошо. А делились с ним этой историей? Ну, так плакались его в жилетку? Ну, я ему все рассказала, что он меня как, да, все слушал, сочувствовал. Не придирался, что у вас там дети, то есть принял сразу же с простертыми объятиями? Ну, он как бы, дело в том, что вот я говорю, что у меня вот в связи с тем, что у меня муж больной был, мне детей пришлось пристроить в детский дом. И вот, когда я их забирала из детского дома, вот он как бы написал то, что я обязуюсь это помогать жене, это как бы содержать и помогать и все. Почему они оказались в интернате? Потому что я встала на очередь на жилье, и мне их было не забрать до тех пор, пока мне это жилье не дали. Не было условий для проживания детей? Как вы прожили в интернате? Ну, около восьми лет где-то примерно так. Я хочу пригласить твоего мужа в студию, мы хотим с ним познакомиться. АПЛОДИСМЕНТЫ Я хочу пригласить тебя приезду. Ну что, Сережа? АПЛОДИСМЕНТЫ Таня, зачем ты сверешь? Ты что делаешь? АПЛОДИСМЕНТЫ Что делаешь? Стоп, 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 тихо, 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 тихо. Это женщина. Ты что сюда пришел? Это мама твоего ребенка. Это мама твоего ребенка. Ты что сюда пришел? Мама твоего ребенка. Сядь. Это мама. Садись. Садись. Сереж, это у вас как каждый раз? Не каждый, но частенько. Частенько вот так вот. Кто первый нападает, как правило? Как правило, я рук на ее не поднимаю. Сереж, пить было же когда-то все хорошо, да? Было. Было. А что произошло? Она сама пить стала. Что она? Упивать стала. Кто пить стал? Так вы пьете вместе все-таки. Кто пить стал? Ты выпиваешь. Я не пью. Ты выпиваешь, сколько раз я тебе подшивал, думал, ты нормально была. Да ну. Да ну. Подшивал Тань или не подшивал? Он меня один раз фодировал. Каждый раз, каждый день вы вот так вот выступаете. В смысле чего? Ну вот как сейчас вот эта была сцена. Нет, это я выступаю так, когда он приходит напившись и начинает оскорблять и детей, и меня, и все на свете. Кого я оскорблял когда-нибудь? Ну он сейчас решил... А вот сейчас он выпивший или нет? Сейчас, ну по нему не скажешь, но может быть здесь и перехватил. Дыхни, Сереж, дыхни. Что? Да нет, вроде. Хорошо, давайте посмотрим сюжет и поймем, кто здесь прав, кто виноват. Сергей Осипов. 50 лет. Успеха у женщин никогда не имел. Поэтому с удовольствием ответил на знаки внимания Татьяны. И впервые женился. Однако очень скоро мужчина понял, что супруга выбрала его не по большой любви. А по расчету. У меня такое впечатление показалось, что ей нужно только для... для ее жилплощади. За пять лет брака Сергей не услышал ни одного теплого слова от жены. Только упреки и оскорбления. Она называет меня эмпотин. Ну, когда разбесит, то могу и не только козлом назвать, могу и еще много чем назвать. Могу и в морду уехать. Несчастья Сергея словесными перепалками не исчерпаны. Жена, не стесняясь, стала приводить любовников прямо домой. Каких любовников? А Юра, ты не помнишь? Каких любовников? Юра, не помнишь, когда тебя постили за стоп? Ты что, с ума сошел? А что было? Ты что, мать родила? Ты пьяный тогда был. У тебя глюки уже. Сергей сам не раздумал о разводе. Но остается с Татьяной ради дочки Анечки. Я уйду, а ребенок останется в присмотре. Его отдадут в детский дом, в детский день. А там он не выживет, за ним надо особо приходить. Скажи, пожалуйста, свою версию происходящего вот в доме у вас. Опять же, кто пьет, кто не пьет, любовники, нелюбовники. Или возникает вопрос. Ты так пьешь, что действительно у тебя галлюцинация уже. Как я могу галлюцинацию пить, если я поработаю постоянно водителем? Вот я тоже это хотела спросить у тебя. У меня тоже какие галлюцинации. У вас повеют? Конечно, каждый день. Хорошо, про измену. И давление мерят все. Про измену. Значит, зашел в дом, а она лежит с кем-то. Нет, я пришел домой после работы, зашел в комнату к ребенку. Она встает и надевает. И кто-то лежит в кровати. Я весь вскипел. Тебе померещилось? Схватил сковородку и съездил этому человеку. Он падает сковородкой. Я уже про тебя молчу. Не чугунная, а металлическая была. Этому человеку. А кто это был? Юра был. Да ты что, с ума сошел? Кто этот Юра? Друг сожителя любой дочки. Друг сожителя дочери жены? Да. Все понятно? Дело в том, что было так. К нам приехал знакомый. И я пошла спать в другую комнату. Дочка спала. Он вырубился у меня на диване. И вот я зашла посмотреть дочь. Пьяный был? Ну да, пьяный был. И я зашла посмотреть дочку. И как раз входит Сережа в дверь. А этот лежит пьяный на кровати спит. Подожди, Таня. Откуда тогда презерватив нашел? А я откуда знаю, что у тебя там презервативы надевали? Ты просидута, что ты врешь? Врешь, все, все, наша компания. А как вы еще потом обувь делали, да, в квартире? Ты проститутка самая настоящая. Давайте посмотрим, как живут наши герои. После его выходных, во всяких местах, нахожу вот такие вещи. Что? Бутылку водки вашей. Ничего. Ну, моя. Ничего. А зачем ты сюда водку приносишь? Ой, господи. Зачем ты сюда водку приносишь? У тебя там трехкомнатная квартира. Заставь ты ее водкой. Зачем ты вот сюда водку приносишь? Как что из этого? Я вот сейчас спрятал, я ее никто не видел, пока ты не полез в этот ящик. Вот не надо прятать, здесь вообще водка не должна быть. А где, а здесь, а между прочим, ее... Дай мне ее. Потому что ее никто не видел. А, и она уже пустая. Я хотела трахнуть, как я... Ее, между прочим, никто и не видел. Зачем прячешься в звезде? Водку. Сережа. А это женщина кто? Это кто? Да, кто? А это кто женщина? Женщина кто? Ваша мама моя мама. Серьезная профессия. Подождите. Водитель. Ну, это вообще за грани добра и зла. Я хочу пригласить сейчас одну из твоих дочерей в студию. И, может быть, она нам как-то поможет разобраться в этой ситуации. Встречаем. Ну что, Маша, ты какая дочь? Средняя, да? Средняя. Ты средняя дочь. Что происходит? Тебе вот комфортно в этой ситуации? Нет, не комфортно. Скажи мне, а так вот каждый день они ругаются? Не, не каждый день. А как часто? Ну, например, когда папа, папа, ну, очень, придет очередной раз не в трезвом состоянии, и мама очень сильно огорчается, и то, что не помогает Санька, и все такое проще. Вот и мама и срывается. А мама выпивает? Ну, не каждый день. Там один клоточек сделает, отложит, через 2-3 дня еще один сделает. А как ты давно живешь в семье? Ну, меня забрали из 23-го детского дома в 2012 году, и я где-то до августа месяца дожила. А скажи, пожалуйста, где лучше, там без скандалов или в семье со скандалами? Тебе. Ну, я предпочитаю жить дома. Ты все-таки предпочитаешь жить дома? Ну, да. Хотя, несмотря на то, что они ссорятся, и бывают, выпивают, и всякое такое проще. А ты их миришь, когда они в состоянии ссора? Ну, да. Я же хочу учиться пойти на психолога, и я делаю все в психологии. Я когда-то маму успокою, приторможу ее. Когда-то папе скажу, тоже приторможу, тоже там немного успокою. Золотой ребенок. И старшую сестру тоже советую, и много чего такого. Ты хочешь, чтобы они развелись? Если папа Пиде бросит и будет помогать маме, тогда, я думаю, все будет хорошо, без разводов. А ты веришь, что папа Пиде бросит? Я знаю, это надо его спросить. А скажите, пожалуйста, у нас есть информация, что все-таки ваш муж, псих он или не псих, но он приставал? Да. Был эпизод. А как это было? Ну, вот дети потом рассказывали, что вот, когда я уходила на кухню кашу варить, готовила там еду им с утра, вот в то время и происходило. Но это я потом уже узнала, когда они в детском доме оказались. Мать, ты кукушка, варишь нищету? Давайте мы посмотрим на этого человека. Как можно говорить? Два года жили нормально, потом начались у нее гулянки. Прямо ночью, вот здесь, в угол Кузнецовской, Новоизмайловской, занималась проституцией. Я абсолютно не уверен, что они даже мои, понимаете, вот с ее образом жизни. Знаю, что она говорила, что я педофил, что я типа педофил, там так далее. Она чего только не писала, что я к детям приставил, я ее избиваю, я детей избиваю. А вы ее не трогали никогда? На цепи, на цепи, один раз было. Было только лишь потому, что она приперлась в 8 утра, девчонки вскочили, ой, мама, мама, а мама вся, буквально в прямом смысле, облеванная, в чем-то, когда вся в грязище, на четвереньках в прямом смысле заползла в дверь. Девчонки в комнату шарахнулось. Вот тогда мне ее пришлось немного по голове отдать и в ванну в холодную окунуть. Маш, расскажи, как был на самом деле. Я не могу пока помочь. Еще сказать, я практически ничего не помню, из-за того, что я запоздаю немного в развитии. Я не запоминаю моменты некоторые. А у тебя, мама, диагноз нам поставили, да? Какой-то? Ну, да, она учится по восьмому виду. А что это такое? Какой диагноз поставлен, девочки? Я энцефалопатия. Это тебе мешает жить? Ну, да, я вообще толку не понимаю. Читаю тоже практически плохо. По математике, вроде бы, немного понимаю. Ну, по-русскому фактически нет. Все не так плохо, раз ты это осознаешь. Конечно, конечно. Это хорошая девочка, Маша. Но вообще, ну, я вам не считаю. Диагноз медицинский, это не диагноз на всю жизнь. Она очень хорошо все, как бы, на слух воспринимает. Оксана, можно я высказываюсь, а? Да, да. В данной ситуации, я не знаю, кто из вас подает на развод, ребят, подавайте. Подавайте. Вы настолько разные. Здесь каждый из вас несет определенный груз проблем, пережитого из прошлого. Вы не маленькие дети, 18-летние, когда вы начали, притерлись друг к другу. Здесь есть такой, я не знаю, такая гора скелета в шкафу, что я даже туда заглядывать не хочу. Знаете, приоткроешь дверь и засыпет чертовой матери. Вы знаете, я бы не торопилась пока делать такие выводы. Я бы тоже не торопилась. Как хорошая мама, хорошая девочка. У нас еще есть вопросы, секунды. Что там в семье еще есть маленький ребенок. Да, да, да. Что есть несовершеннолетние. И на мой взгляд, мы продолжаем нашу программу. Смотрите, я вот вперед, предыдущий муж приставал к этой девочке. И если бы эта ситуация была не с этим человеком, а с предыдущей, вы тоже бы, наверное, сказали тогда, что они должны сохранить это. Поддерживаю, поддерживаю, секунду, секунду. Вот эмоциональный грузинец. Ну, реально разные люди. Давайте мы выслушаем мнение вашей бывшей свекрови. Может быть, она нам что-нибудь объяснит. Я бешеная матка. Она и гуляла до такой степени, что сын подбирал ее и в подвалах, и в парке из кустов. И приходили, звонили подбирать свою. Наступил такой момент. Татьяна пропала, запила. Дети остались одни. Один из детей был, у него 39 температур, надо было врача вызывать, младший у Ясли. И когда наступил момент, что я поняла, что я не могу за ними смотреть, и наступает опасность для жизни, потому что я, вот сами, вот видите, я вот в коляске, и мне никуда не проехать. Я была вынуждена обратиться к общественности, в школу и так далее, сообщить, в каком состоянии, что это дети уже находятся в опасности. Они приехали, стали искать мать. Где-то она как-то появилась, ее перехватили, и она в школе написала отказ от детей. Никакого отказа я не писала. Никакого отказа не писала. И, собственно говоря, она стала предпринимать усилия, чтобы взять детей из детского дома, когда появилась эта программа для многолетних детей, обеспечения жилплощадью. Я хочу вызвать друга Сергея, он тоже Сергей, в студию. Сереж, помогите разобраться. Хороший друг? Хороший. Верный парень? Верный. Пьет? Поважите мне. Пьет? Нет, я пить на автобусе работаю. А вы где работаете? Я на инвалидности. Вы на инвалидности? Да, бывший водитель. Ну, по-честному, попиваете или нет? А? Попиваете или нет? Кто, я? Да, вместе. Я его редко когда вижу. И то на выходные дни. Когда ему пить-то? Кто хороший, кто плохой в этой семье? Он хороший. А она плохая? Она только из-за квартиры ведется с ней. Это сутки, никого не может. Я оказалась права. Сам даже жарился, приходил домой, два мужика пьяных валяется, и она в стельку. Уже два мужика? Чего? Ну, Тань, ну вот как, и эти объединились против вас? Против вас весь мир объединился? Вот это его слов. А скажите, пожалуйста, объясните, пожалуйста, бутылка водка, которую он прячется, он тихий алкоголик, вот он сознался, что бутылка водка, которую он спрятал, выпил, спрятал, вы выпили, выпили. Что дальше? Что происходит? Как это? Вы вместе пьете, он отдельно пьет. Вы же сказали, что он вообще не пьет. Когда пить, когда он работает? Ну, когда вы ходите, бывает у него? Да. Бывает, насколько бывает. Я увидел, что он здесь руку замахнулся, рукой замахнулся на маму своего ребенка. Насколько бывает? Далеко. А может он водку от жены прячет? Ну, подождите, пожалуйста. Он ее достал, когда достали, он признался, что да, ну, моя... Господа, ну ведь есть, ну, смотрите, ну, если вы хороший папа, в конце концов, подождите, пожалуйста, почему все вокруг алкоголизма? А вы как папа, хотя бы курточку, как она вот в начале передачи говорила, что вы совсем не смотрите, вы не помогаете. Окей, вы не даете денег, но вы можете своему ребенку просто принести одежду теплую и как-то вот с этого начать выстраивать отношения. Сначала ухаживать не за ней, а за ребенком. Да зачем выстраивать отношения, если на лицо все ему видно? А как вот, Сереж, объясните, вы приходите домой, как дальше выглядит ваш вечер, скажем так? Вот вы пришли со смены, заходите домой. Домой куда? У него два дома. Он приходит даже в трещь, в том числе. Ну вот где, где вы с семьей живете? Вы приходите домой. Нет, я там давно, с семьей там давно. То есть вы живете раздельно? Вы уже давно живете раздельно? Ну почти да. И потому что у меня, моя квартира находится ближе к месту моей работы. Хорошая семья. Мне там 300 метров. Отличная семья. Я просто хочу сказать, что она недостойна его. Недостойна. А ребенку по ребенку не встречаете? Ну Сереж, ну скажите, вот как вы? Как недостойна? Паша по полтаве смене. Паша, по полтаве смене, он ему не нужен. По полтаве смене. Вы своим ребенком маленьким не занимаетесь? Ему есть ребенком, ты не хочу заниматься. Делять ему время. Деньги в дом надо нести? Я могу, как видите, надо кого-то. Понимаете, что вы говорите? Ребенком некогда заниматься своим. Деньги надо в дом нести. Нет, я... Ну есть суббота-воскресенье, вместо пустой бутылки водки нужно доставать все-таки подгузники какие-то. Нет, а мужчина должен зарабатывать деньги. А почему она тоже не отражает? Ну есть суббота-воскресенье. Я подгузники всегда покупаю. Она просто живет только из-за квартиры. Из-за какой квартиры? Из-за его. У меня квартира есть. А ребенок богатый сам там в сихле. Ну и что? Вот о чем, про что я и говорил в самом начале. Да ты явно это говорила. Если она с ним разведется, если она с ним разведется-то, самый бред материнский, который с самого начала поставил меня просто в патовую ситуацию, когда женщина приходит с мыслью о том, что она хочет развода срочно, помогите мне избавиться от козла, а у козла прописан ребенок, и козел еще, мало того... А где ребенок должен прописан? Алло. Да, конечно. Где ребенок должен прописан? У папы имеет право быть прописан ребенок. Объяснище, на вокзале? Он еще взял на себя это право, так или иначе. Какое право? Это его обязанность? Это ребенок. Вы о чем говорите? Это обязанность его. Вы о чем говорите? Вы о чем говорите? Вы считаете, чтобы 5 детей была его обязанность? Нет, об этом никто не говорит. Татьяна Осипова, 41 год, мать пятерых детей. Не может убедить своего мужа взять на себя ответственность за семью. То он ей, что его нету, я его как-то не ощущаю. Муж постоянно пьет и устраивает пьяные дебоши. Терпеть все это Татьяна уже не может. Ну, когда разбесит, то могу и не только козлом назвать, могу и еще много чем назвать. Могу и в морду уехать. Сергей сам не раздумал о разводе. Но остается с Татьяной ради дочки Анечки. Я уйду, ребенок останется в присмотре, его отдадут в детский дом, в день. А там он не выживет, за ним надо особо приходить. Сереж, скажи мне, пожалуйста, вот ты до сих пор, да, хочешь сохранить эту семью? Так хочу. Тебя тянет к ней по-прежнему, да? Хорошо. А ты не подозреваешь, что у нее кто-то есть? Не думаю. Внимание на экран. Привет. Мы знакомы? Почему не вижу фото? Да, мы знакомы. Это я, бывшая жена Губашлепа из пятого автобусного парка. Наконец-то ты отозвался. Могу в личку скинуть мой телефон. С добрым утром. Привет. Макс, спасибо за поздравление. До слез приятно. Люблю тебя, скрывать не стану. И жить так больше не могу. И что мне делать, я не знаю. Ведь я люблю тебя, люблю. Люблю тебя с того момента, как в парке повстречались мы. Ты для меня всегда красивый и самый-самый дорогой. Ты еще напиши, что хочешь меня. Да, я тебя хочу. С того момента, как увидела. Такой красавец, супермен. Я в своей жизни сделала много ошибок. И у тебя хочу попросить прощения за все. Я тебя действительно очень люблю. Хочу, хочу, хочу. А что, тебя нельзя хотеть? Если бы я знала твой телефон, я бы тебе позвонила пять лет назад и все сказала бы. Тань, кто этот человек, с которым переписка? Это вы обнаружили в постели. Нет. 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 Это я просто скажу. Это вот как бы на зло ему, на зло ему, я завела переписку в интернете с нашим общим знакомым. Замечательное оправдание. В очередной раз. Почему? Мне очень интересно, если вы хотите покинуть этого человека, он раздражает вас во всем. Зачем вы делаете ему больно и вызываете у него ревность? Значит, у вас тоже не все остыло? Я же говорю, они еще могут вступить в диалог. Дело в том, что я скажу одну вещь, вот я не знаю, пускай он мне это скажет. Вот иногда я приезжаю туда, к нему, ну, где вот у него квартира, вот, и очень часто вижу всякие порнографические диски, засунутые... Чего же вы следите за его личной жизнью? Никак не отведите мне. Ну, ты говоришь о том, что он вам не изменяет. И все в этом роде. А я не знаю, может быть, вот под эти диски за ним приводит. Вы, говорите сейчас. Вы, говорите сейчас. Вы, говорите сейчас. Вы, говорите сейчас. А вы отвечаете за его запросы? это же видно по вам, что вас это волнует. Значит, этот мужчина вам тоже, наверное, не до конца безразличия. Ты сексом с ним не занимаешься, поэтому он и порну смотрит. Вот если бы вы своему мужу говорили слова «Я люблю тебя», как вот вы писали этому виртуальному Максу, если бы вы говорили ему каждое утро, что он или каждый вечер «Спасибо тебе, ты для меня самый дорогой». И если бы вы это культивировали, это в своем муже, я вас уверяю, может быть, он все-таки пошел этими стопами за вами, как вам хочется. В этой семье растет ребенок с детским церебральным параличом, с тяжелым диагнозом. Вот мы сейчас говорим о выпивке, о компьютере, о том, что он пьет пиво и не приходит в семью, о том, что вы какие-то эмоции испытываете. Это очень тяжелый диагноз. Кто занимается ребенком? Я. 24 часа в сутки. Этот ребенок требует внимания. То есть, получается, вы заняты этим ребенком. То есть, когда вы пьете, я не понимаю. То есть, этот ребенок не предполагает того, чтобы его можно было положить. Он лежит часами, годами, а вы спокойненько уляет. А давайте посмотрим на ребеночка. Это моя дочь Анечка. Такой ребенок у меня есть. Алеси. Будем кушать? Или не будем? Давай, пойдем покушаем. Умничка моя, да? Да, самая моя дочь, любимая, Холюсия, самая хорошая ребенок. Так вот все время ест. Обедать будем, футбол будем гонять по дворе. Да, давай, давай. Поглотила? Да, я девочка и должна быть чистая. Дочь Кузьев. Песенку запели, мы жили у бабуси, маленькие гуси. Вы знали, что у вас ребенок с таким диагнозом, когда вы были беременны? Когда беременны, нет, я узнала после родов. Когда он появился на свет, вам сказали, что у вас такой диагноз у ребеночка. Что вам предложили врачи? Мне врачи предложили отказаться. И вы не отказались? Я не отказалась и не собираюсь. Молодец. Потому что это все мое и свое я никому не отдам. А Сергей как себя повел, когда вы сказали? Ну, Сергей, он очень... Вот насчет этого я могу сказать, что он вообще и любит ее, и тоже никуда не отдаст. И, в общем, как бы... Танечка, молодец. Скажи, пожалуйста, в таком случае, я вот не очень понимаю по-женски, как ты... Вот сегодня ты к нам пришла, я подаю на развод. Неужели ты хочешь остаться одна с этим ребенком, с девочками со своими? А я все равно одна. Я все равно одна. Тогда, может быть, тебе делать какие-то необходимые шаги к своему мужу, в конце концов, как мы с тобой обсуждали, брать его в охапку, за шкирку, как угодно в твоей манере. Нет, вот у нас получается так, у меня у ребенка просто очень ненормальный режим сна. Она по 7-12 часов спит, а потом по 12-40 часов может не спать. Я вот это все время сижу, 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 но вот бывают выходные дни, вот как раз выпадает на ночь, я уже вся вообще никакая это сижу. Он пьяный спит, мне что-то сказать, Тань, давай я посижу, ты хотя бы часика 2-3 поспи, потом я посплю, ты посидишь. А он это кирдык и в тряпке, все, меня нету, я отдыхаю, выходной день у меня. Я ночью сплю только, перед работой. А я не должна никогда спать? Днем я не сплю. Подождем, у меня что-то в виду не спашно, не отработали. Идем, 12 часов, берем. И заберите свои слова обратно по поводу выводов, по поводу мамы. Я не беру свои слова обратно. Вот вы знаете, я всю передачу смотрела и была на стороне папы, если быть откровенной до конца, но вот этот сюжет, мне безумно жалко вас. И вы знаете, все начинается в жизни с вас. У вас есть хороший шанс все изменить. Если вы сама изменитесь немножко внутри, я бы хочу пригласить вас в салон красоты. Я плачу вам няню и вот целый день спа. Вы полюбите себя. Может, вы станете теплее. Может быть, вы отдохнете в конце концов. Спасибо большое. Таня, вы замечательная мать. Мне вас очень жалко. Танюш. Но вы должны приложить все усилия для того, чтобы Сережу вернуть в семью. Только от вас это зависит. Я не знаю, как это сделать. Хороший он человек. Сейчас научим. Подумайте надо. Я хочу позвать в студию дочь, еще одну дочь, Татьяна, старшую дочь. Приветствуем Любу. Какие каблуки у нас. Люб, скажи мне, пожалуйста, вот в этой ситуации, сложившейся в семье, кого ты поддерживаешь? Маму? Маму. Почему? Потому что я еще хотела со стачек, чтобы мама развелась. Со стачек, это где вы жили? Да. После детского дома. Я хотела еще со стачек, чтобы мама развелась с Сергеем. Потому что мне еще со стачек задолбали их ссоры, крики. Я маму защищала. Он меня всегда в пьяном виде назвал проституткой, ах, тебе не такая. Я люблю одного человека и буду верна ему всю жизнь. А у тебя есть, да, отношения уже с этим молодым человеком? А сколько тебе сейчас лет? Я сейчас 19. А моему человеку, молодому, 25. А скажи, пожалуйста, Сереж, а почему ты так оскорбляешь ребенка? Люба, а твой человек, Сережа, который, он хоть копейку в дом принес когда-нибудь? А какая разница? Пару раз принесил потыше и по две. А что он с вами живет, что ли? Вот ест ваш хлеб. Понимаете, он аромат будет платить, ты его будешь окормить. А ты работаешь в день? Он тебе столько лапшу на уши вешает. Какая разница? Вы должны ей помочь. Вы ей должны, вы взрослый человек. А почему я должен быть? Нет. Люди. Подождите, Сергей. Ее молодому человеку, почему я ему должен помогать? Почему вы ей поставили лапшу на уши вешать? Вы перекладываете свою ответственность, но даже не свою. А почему вы мешаете? Парень ухаживает за девушкой. Родной человек. Что у них там, как они, какую семью он должен принести? Послушайте, не согласна. Он живет там. Он ни одной копейки не принялся. Не согласна с вами, потому что Сергей воспитывает на сегодняшний день этих детей. Он может и имеет право задать вопрос. Но нельзя, конечно, оскорблять. Ну, хорошо, я не буду. Чем ты у нас занимаешься в своей девятнадцати? Я воспитываю своего ребенка. Сколько ему? Ей десять лет. Десять месяцев. Не волнуйся. Вы не женаты? Мы не женаты, но эта девочка не от него, а от другого. А тот, от которого девочка тебя оставил? Нет, я его, ну, мне в лагере нравился, он постоянно меня просил, давай, давай, сделаем это и так далее. но я не выдержала. Мне просто каждый день не надо было, чтобы он меня просил. Лю, а почему так рано-то? Потому что благодаря ей я еще сумела из детского дома выйти. Благодаря ребенку? Да. То есть ты просто это все сделала достаточно цинично, да, ты поняла, что если ты забеременеешь, ты уйдешь из детского дома. Ужасная реальность на самом деле. А ребенка своего любишь? Очень. Внимание на экран. Старшая сказала, а я буду как мама. И там уже в этом детском доме, это вот, сколько ей было, лет 14, наверное, 13, тогда я уже сама замечала ее в компаниях и с парнями, и с баночками, и так далее, и так далее. И единожды ее пьяную приводили, потом в конце концов ее всю хуже отправили. 14 лет. Увезли на машине, изнасиловали, северицем заразили. Пошла по рукам потом в детском же доме. Они 8 лет были в детском доме, эти девочки. Вот, пожалуйста, пришла в детском доме с ребеночком. Когда все вы были молодыми, вы так же все вели. Что на нас, молодых, всегда на ее вжать? Как будто бы мы, блин, все уроды, блин, противные. Не расстраивайся. Не волнуйся, мы нигде кто не осуждаем. Все молодыми были. Чего вы все, блин, на нас молодые? Да, я, блин, молодая, да, я пила, блин, пью. Но я слежу за своим ребенком. Не расстраивайся. Скажи, пожалуйста, Ребят, если у нас так все будет продолжаться, мы вообще обратно вернемся в неандертальский период. Вот по наклонной катится. Я не знаю, у меня сегодня остается безумно нехороший осадок от этого всего. Вы как хотите на это смотрите. Никого не хочу развиличивать, не хочу никого опускать. Но общее впечатление максимум негатива. Оксана, я сейчас хочу призвать всех экспертов вот просто здраво посмотреть на эту ситуацию. И давайте рассуждать так. Вот если из этой семьи убрать еще этого здравомыслящего мужчину нормальному, это будет полная беда. Поэтому мы сегодня здесь должны не речь, ребята, не речь. Никому не должен. Я не согласен. Потому что получается, что вы сейчас, как эксперты, как сообщество, возлагаете на него, что если ты останешься, здесь что-то получится. Если уйдешь, пять-шесть человек в муж не понимает. Почему ему такая женщина? Да он сам не понимает, что он как пельмень сидит, а он мне говорит, что он любит кого-то. Понимаете? Друзья, вот низкий вам поклон. Насколько вас еще хватит, я не знаю, но вы должны просто понимать, что эту женщину без присмотра с этими детьми оставлять нельзя. Вот таких женщин жалеют. Вот находятся такие мужчины, им браво. Ребят, есть такое понятие, как внутрисемейная преступность, да? Вот то, с чего началась сегодняшняя передача, что он получил по морде, мужчина, получающий по морде от женщины и сам же ее пихающий. Вот знаете, чем это закончится? Она искра, то есть она импульсивный человек, понимаете? Вы лохушок, мягко говоря, да? И если вы оба напьетесь и возникнет конфликт, я вам гарантию даю, что она вас прережет. А вы что считаете, меня ее... И закончится просто криминальная сводка, понимаете? Вы знаете, они живут уже не первый день. Когда на это все имеют энергию заканчивают? Сейчас тихонечко спрашивайте. Извините, можно вас спросить? А мне что, надо было ее ударить, что ли? Нет, конечно, правильно. Вы как мужчина не должны быть. Вы как мужчина не должны быть. Ну вот это только сейчас. Чтобы женщина подняла, иметь столько авторитета перед женщиной, чтобы женщина не посмела бы на вас поднять руку. Хорошо, люди... Люба, ты хочешь, чтобы они продолжали жить вместе? Не хочешь. Ты хочешь. А почему... Давай с тебя начнем. Почему ты не хочешь конкретно? Может быть, он тебя так воспитывает? Может быть, он не умеет этого делать? У него, может быть, и не было... Меня так воспитывать не надо. А поговорить с ним? Ну, говорили пару раз только о моем Сереге. Не, я ему объясняла, что Сережа сейчас... Ну, мой любимый человек, он тоже из детского дома. У него мама пропавшая без вести, а папа сидит в тюрьме. У него еще двое сестер и четверо братьев. Они живут в Петергофе. Мать, блин. Он сейчас пытается найти нормальную работу и прописаться. Ты его любишь? Я его очень сильно люблю. А он тебя? Он меня тоже любит. И готов тебя взять с ребенком? Да, потому что... Почему? Он, кстати, очень заботливый отец. Он приезжает... Он приезжает, сажалит сюда и ящится. Она у меня на руки и говорит мне, поспи, можешь поспать, пойти погулять. В отличие от Сережи, да, который это не предлагает маме? Да, я с Лесей посижу, не волнуюсь. Он даже не наезжает на нее. Любочка, ну, хороший парень, если дай бог вам счастья. Я хочу тебя спросить, у тебя... Ты здоровый человек? Или у тебя был поставлен какой-то диагноз? У меня сифилис. Это еще в детском доме? Да, у меня 14 было. Тань, какая у вас была реакция, когда вам сказали, что у вашего ребенка сифилис? Ну, какая? Я попыталась подать прокуратуру на этого товарища, но дело почему-то, я не так и не поняла, закрыли, вот. И сказали, якобы, то ли не нашли его, то ли еще чего-то, в общем, не знаю. Я как депутат просто вам обещаю, что дайте, пожалуйста, мне адрес этого детского дома, давайте разберемся, что там за воспитатель, что там за директор. Спасибо большое. Да. Еще и та история. Дубочка, ты молодая девочка, вы, девочки, наоборот, должны сделать так, чтобы Сережа был с мамой, потому что мама молодая женщина, и ей очень нужна помощь, а Сережа нормальный человек, может быть нормальным, и должны помочь, чтобы они были вместе. Девчонки, ваши дети уже, ваш ребенок, который вы очень любите, дай бог, и слава богу, что у вас там близкий человек есть такой, которого вы любите, он любит, и вашего ребенка любит, они будут смотреть, как бабушка и дедушка, понимаете, будут смотреть на бабушку и дедушку, они будут думать и воспитывать, дальше следующее поколение будет. Задумайтесь, помогите вот своим родителям. Девчонки, я хотела бы обратиться к главной героине. Мы работаем с очень многими семьями, где отцы уходят. Детский церебральный паралич, это тяжелый диагноз, это пожизненное заболевание, оно не будет излечимо для вас. Мы специальное издание издаем для матерей таких, оно одно, я вас на него подпишу от своего фонда. Вы будете видеть, куда идти, что делать, как заниматься. Вот здесь внутри у вас сердце матери, у которой много детей. Судить вас нам право не дано, судить вас будут сверху, поэтому вы должны для себя понять, любите боритесь за мужчину, не любите отпустить этого мужчину, не нужно насильно делать больно и себе, и этому мужчине. Для вас самое главное сейчас, сделать счастливыми ваших детей. Спасибо. Татьяна Осипова, 41 год, мать пятерых детей. Не может убедить своего мужа взять на себя ответственность за семью. То он есть, то его нету, я его как-то не ощущаю. Муж постоянно пьет и устраивает пьяные дебоши. Терпеть все это Татьяна уже не может. Ну, когда разбесит, то могу и не только козлом назвать, могу и еще много чем назвать. Могу и в морду уехать. Сергей сам не раздумал о разводе, но остается с Татьяной ради дочки Анечки. Я уйду, а ребенок остается в присмотре, его отдадут в детский дом, а там он не выживет, за ним надо особо приходить. Мы сейчас подходим к одному из кульминационных моментов этой программы. Наша героиня должна принять предварительное решение. На этом этапе, Тань, ты готова подать на развод? Ну, я готова 90% подать на развод, но если... Ведь вот эти 10%, которые я отложила, если Сергей исправится, то я согласна с ним дальше продолжать жить. Хорошо. Баря, вот если они разойдутся, как ты думаешь, как сложится судьба вообще этой семьи? Вы уже многое обсудили, но трагедия заключается в том, что люди до такой степени себя довели по-своему, Татьяна по-своему и Сергей по-своему, что они, наверное, единственные варианты друг для друга, для того, чтобы сформировать нормальную семью. Сложно представить себе мужчину, который возьмет женщину уже с пятью детьми, причем один из которых с ТЦП, и будет для этих детей папой, а для Татьяны любящим мужем. А учитывая пожизненное спокойствие Сергея, сложно представить, что в 50 лет он начнет ходить по клубам и найдет себе там новую замечательную вещь. И кому-то еще что-то сможет отдать. Значит, смотрите, квартира, ребенок прописан в квартире. На что имеет право претендовать Татьяна? Татьяна имеет право претендовать на половину имущества, которую они нажили в браке. Но я так понимаю, что здесь этого не прозвучало, и они в браке ничего не нажили. А ребенок на что может претендовать, который прописан у отца? Он может оставаться там прописан, если отец его не выпишет по какой-то причине, потому что все... Он не имеет права его выписать. Он несовершеннолетний. Он не имеет права его пока выписать. Пока не имеет права его выписать. Тем более этот ребенок инвалид. Более того, я вижу этого папу, который это никогда не сделает. Поэтому, Тань, я хочу обратиться и к вам сейчас, и к Сергею. Сергей, пересмотрите свое отношение к этой несчастной семье. Я вижу, что вы неплохой человек. Так получилось, что вы от брака получили несчастного больного ребенка. И вы видите прекрасную ситуацию. Какая бы она активная ни была, как здесь все про нее говорили, ей не справиться с этой ситуацией. И, Таня, я обращаюсь к вам. Понимаете, я считаю, что ваше расставание с Сергеем еще больше усугубит ваше положение. Не отказывайтесь от этой помощи. Человек вас любит. Вам просто нужно поговорить. Занимайтесь своим несчастным, больным ребенком. Спасибо большое. Я очень хочу пожелать девчонкам здоровья. Это самое главное. И вашему ребенку здоровья. Я вам желаю здоровья. Если будете здоровы, будете богаты и духовны, и будет семья в вашем месте. Будьте счастливы. Саш, подари девчонкам билеты на свои концерты. С удовольствием. Им будет интересно. Я уже сказала свою ситуацию. Вижу абсолютно однозначно. Во-первых, я хочу вам сказать, что вы женщина симпатичная. Вы хорошая, ухоженная. Вот сегодня вы выглядите перед нами настоящей женщиной-матерью. Сохраните это лицо на будущее. И для детей... Я знаю, что вам сейчас больно. Никогда ничего не бойтесь. Вы всегда воспитаете детей. Вы всегда поднимете этих детей. Вы со всем справитесь. И не держите, если не любите. Отпустите. Гражданин, депутат. Да, я здесь. Вы можете взять под свой контроль эту семью, скажем? Да, конечно. Вы будете курировать эту семью? Да, конечно. Спасибо вам огромное. Спасибо вам большое. Мы подошли к финалу нашей сегодняшней программы. Танечка, подойдите ко мне. Серьезно, подойдите сюда. Сергей, у тебя сейчас есть уникальная возможность еще сказать, ну, я не знаю, какие-то слова такие подобрать, чтобы Таня передумала уходить от тебя. И таким образом сохранилась бы ваша семья. Таня, я тебя все любил. Ты что был у нас? с моей стороны плохого, ты меня извини. Я постараюсь все справиться. Я тебя люблю. Молодец. Обними! Да, обними! Я должна Тане задать этот вопрос. Таня, ты подаешь на развод? Нет? А теперь целуйтесь, обнимайте. Мы спасли эту семью. Здоровья вам, здоровья всем вам. С любимыми не расставайтесь. С вами была Оксана Пушкина и программа «Я подаю на развод». До встречи. Марина Селиванова, 32 года, замужем. Познакомилась с мужем на съемке телешоу о любовных неудачах. Там, в присутствии зрителей, без родителей, при молниеносной взаимной симпатии Марина вышла замуж за Владимира. Мы надевали кольца и не знали, как зовут наших родителей. Семейная жизнь закончилась так и не начавшись. Спустя месяц после свадьбы ее муж встретил другую. Проходит какое-то время и ты понимаешь, что по тем критериям, по тем позициям, по которым ты уже ответил себе на вопросы, как должна выглядеть жена, она так не выглядит. Марине больно осознавать, что ее романтическая мечта потеряна. В общении, в личной жизни, в разговоре мы не находим абсолютно никаких точек соприкосновения. Я просто не хочу уже быть вместе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok